Список Шиндера Список Шиндера в контексте творчества Спилберга Кому в нем можно сопереживать И за что его критиковали До списка Шиндера уже появлялись большие фильмы о Холокосте Некоторые из них даже становились предметом серьезных дискуссий Но сопоставимого влияния на историю кино они не оказали Список Шиндера разделил карьеру Спилберга на до и после Историческая драма о немецком предпринимателе Который спас более тысячи евреев во время Второй мировой войны Превратила коммерчески успешного жанрового режиссера В крупного автора, способного говорить о серьезных темах Хотя на раннем этапе творчества у него уже были реалистичные картины О травматичных событиях прошлого Широкого признания они не добились И до сих пор фильмографии режиссера являются скорее второстепенными Фильм о Холокосте для Спилберга еврея по происхождению Был не просто сильным творческим жестом Но и очень личным произведением Список Шиндлера – это демонстрация уверенного владения режиссером Техниками и приемами, освоенными в развлекательном кино Тут встречаются и длинные кадры с глубинными за сценой И аккуратная работа с внутрикадровым монтажом А встреча зрителя с главным героем выполнена в типичной для Спилберга манере Режиссер представляет героя не сразу Он готовит знакомство с персонажем через детали гардероба и окружения Как это было, например, в первом «Индиане Джонсе» Список Шиндлера можно смотреть с минимальными познаниями в истории И так будет даже лучше, поскольку все необходимые для контекста сведения Создатели дают в титрах Спилберг не сразу переходит к разговору о Холокосте И медленно повышает напряжение В первые полчаса может сложиться впечатление Что мы смотрим биопик бизнесмена-авантюриста Настолько необычными для большой трагедии Выглядят некоторые комические решения Мы, как и герои, до последнего не хотим верить слухам О концентрационных лагерях И плохо представляем, что будет дальше С точки зрения кинематографии Список Шиндлера — это два разных фильма, которые причудливо сплетаются в одном Первая академичная драма о крахе нацистской элиты, сделанной в традиции классического Голливуда С хирургически выверенной хореографией камеры Виртуозной работой с освещением И детально продуманными мезосценами Второй список Шиндлера — это квазидокументальный репортаж Из центра трагедии, снятый нервной ручной камерой И пренебрегающей зрительским удобством В этом фильме нет главного героя Вместо него — галерея нескольких равнозначных персонажей Нет монтажной ясности, которая могла бы подсказать зрителю правильную эмоцию И нет утешения Центральный для фильма эпизод ликвидации краковского гетто Практически лишен оригинальной музыки Джона Уильямса А вместе с тем и надежные эмоциональные опоры для зрителя В этом фрагменте два фильма впервые пересекаются И мы вместе с Оскаром Шиндлером лицом к лицу сталкиваемся с ужасами Холокоста И благодаря появлению цвета мы точно знаем, куда смотрит главный герой Ужас, геноциды и репрессии режиссер показывает не только сценами жестокости Но и через пугающие подробности Гору чемоданов и одежды Драгоценности, спрятанные в хлебе И распределительные списки А с помощью параллельного монтажа Спилберг красноречиво противопоставляет Жизнь евреев, быту обеспеченных немцев Как будто вспомнив свое новоголливудское прошлое Спилберг постоянно создает для зрителя ощущение визуального дискомфорта Например, ставит нас в неловкое положение Как будто случайных свидетелей сцены Подглядывающих за героями из безопасного места Поскольку камеру и актеров часто разделяет какое-то видимое препятствие Стекло или забор Одновременно это создает эффект документальной съемки На него же работает и черно-белое изображение Студия не верила в успех монохромной драмы о геноциде И создателям пришлось отстаивать это решение Януш Каминский, постоянный оператор Спилберга, начиная со списка Шиндлера Говорил, что фильм должен был выглядеть так Чтобы зрители не могли сразу понять, когда именно он был снят В сороковые или девяностые Цвет в картине появляется только в прологе, эпилоге и еще нескольких фрагментах Список Шиндлера открывается зловещим кадром свечи С угасанием которой исчезает и цвет в фильме Этот образ рифмуется одновременно и с дымом из трубы паровоза Недвусмысленно отсылающим к лагерям смерти И с девочкой в красном, которая появится позже Свеча и цвет во многом выступают символами надежды Она может загореться огнем в сердце, когда герой смотрит на евреев, которым он помогает И исчезнуть, когда геноцид достигает трагических масштабов В финале режиссер сознательно разрушает иллюзию фильма И обнажает его сделанность, чтобы напомнить об исторической реальности Холокоста В эпилоге появляются люди, действительно спасенные Шиндлером Они посещают его могилу и в знак памяти возлагают на нее камни Лица человека, который кладет цветы, мы не видим Но можно догадаться, что это исполнитель роли Оскара Шиндлера Лиам Ниссон Вымышленная реальность фильма схлопывается, и мы остаемся наедине с реальной трагедией В отличие от романа Томаса Кеннили, в фильме Спилберга многие второстепенные персонажи проработаны пунктирно И яркой индивидуальностью наделены только Оскар Шиндлер, Омон Гетт и Ицхак Штерн Причем центральный конфликт фильма строится как раз вокруг Шиндлера и Гета Двух карьеристов, в которых при внимательном рассмотрении можно обнаружить немало схожего Оба одержимы собственной выгодой Любят красивых женщин Роскошь и шумные вечеринки Да и визуально они похожи друг на друга Однако самое главное, оба героя наделены огромной властью Которую один в итоге использует во благо, а другой во вред Можно встретить и такую точку зрения, что Гетт – это темный двойник Шиндлера Возможный вариант его истории выберет тот военную карьеру Но куда важнее то, что оба героя наделены неоднозначностью, которой не ждешь в фильме о Холокосте Хотя Омон Гетт и предстает как неуравновешенный жестокий убийца Создатели фильма указывают и на проблески человечности в нем Нацист влюбляется в свою горничную Хелен Хирш, которую он взял из числа заключенных Гетт отчаянно сопротивляется этим чувствам, но втайне он мечтает состариться вместе с ней А когда Шиндлера арестовывают, персонаж Рейфа Файнса как будто из дружбы к нему Ратуют за его скорейшее освобождение Тем не менее, главному герою так и не удается привить Гету милосердие и устранить его жестокость по отношению к евреям Впрочем, и сам Шиндлер значительную часть фильма демонстрирует амбивалентность характера Он не является идейным нацистом, что хорошо видно по его первому диалогу с героем Бена Кингсли Шиндлер скорее пользуется ситуацией, чтобы заработать имя, власть и уважение Он хорошо чувствует настроение в военных элитах и использует их коррумпированность ради собственной выгоды Будучи в первую очередь энергичным бизнесменом, Шиндлер долгое время не обращает внимания на репрессии и войну Окончательное превращение героя из расчетливого фабриканта в спасителя, рискнувшего своим благополучием Происходит лишь в третьем часу фильма После того, как Шиндлер становится свидетелем сожжения тел До того он был готов строить свое богатство на костях, работать на черном рынке и эксплуатировать труд заключенных Герой Лема Нисона за счет своего обаяния и харизмы кажется привлекательным еще в начале картины Но по-настоящему положительным персонажем он становится лишь в финале, когда до конца проходит путь деятельного искупления По задумке создателей, зрители должны преобразиться вместе с ним От игнорирования и незнания до тяжелого принятия трагедии Единственное из трио центральных героев, чьей положительности сомневаться не приходится, это Ицхак Штерн, бухгалтер Шиндлера Можно сказать, именно Штерн, а не Шиндлер является двигателем сюжета, поскольку он запускает процесс спасения евреев на фабрике Из драматургических соображений Штерн объединяет черты нескольких реальных фигур В фильме Спилберга он выступает резким антиподом как Шиндлеру, так и Гету Он сдержан, умен, терпелив и не теряет самообладание даже в самые тяжелые моменты Спилберг понимает, что из-за неравного социального положения Штерну неуютно Шиндлером на близкой дистанции Поэтому разводят их по разным сторонам стола, подчеркивая их непохожесть друг на друга Только в финале фильма, когда становится известно, что война кончилась и евреям больше нечего бояться Мы видим момент сильной эмоциональной близости между героями Несмотря на колоссальный кассовый успех и семь Оскаров, список Шиндлера вызвал ожесточенную полемику среди зрителей Противники фильма утверждали, что язык голливудского кино не подходит для разговора о Холокосте Поскольку вынужденно упрощает историю и злоупотребляет сентиментальностью, свойственной коммерческому кинематографу Исчерпывающее представление о Холокосте, по их мнению, в художественном кино в принципе невозможно И правильнее было бы не реконструировать исторические реалии, а дать слово тем, кто пережил геноцид Как это было в девятичасовом документальном эпосе Клода Лансмана «Шоа» Построенном на интервью с очевидцами Холокоста Ненару Куспилбергу сыграло и то, что за несколько месяцев до списка Шиндлера Вышел первый парк юрского периода Поэтому драма о Холокосте воспринималась многими, как еще один тематический парк развлечения для детей и взрослых Призванный принести прибыль продюсерам Кроме того, повествование в фильме ведется от лица нациста, поэтому и симпатии зрителя на его стороне В то время как многие евреи в фильме обезличены и безвольны Да и образ хорошего немца, как утверждали некоторые рецензенты, несвоевременно появился на большом экране Псевдодокументальная образность фильма, на взгляд критиков, была скорее вредна, поскольку могла вытеснить из памяти реальные события Не говоря уже о том, что в фильме было обнаружено множество исторических неточностей Вроде замалчивания роли жены Шиндлера, Эмилии, в спасении евреев Поклонники, в свою очередь, хвалили Спилберга за то, что ему удалось эмоционально вовлечь зрителей в историю И создать достоверную картину одного из самых страшных событий XX века После «Оскаровского триумфа» Стивен Спилберг даже основал организацию по сбору свидетельств выживших и сохранению памяти о геноциде В наши дни художественные фильмы о Холокосте выходят едва ли не каждый год Режиссеры могут уходить в сторону большого реализма Или наоборот создавать искусственные миры, контрастирующие с драматичным сюжетом Но все они неизбежно отталкиваются от того образа трагедии, который создал Спилберг 30 лет назад о геноциде евреев говорили в основном политики и интеллектуалы Поскольку общество, несмотря на то, что война уже давно закончилась, не было готово к такому разговору Спилберга, неисправимого оптимиста, известного своей гуманистической интонацией, вряд ли можно заподозрить в злом умысле Но список Шиндлера действительно плод тяжелого творческого компромисса между доступностью формы и сложностью содержания Некоторые критики ругали фильм за то, что Спилберг показал на экране лишь частный сюжет, исключение из правил А потому его фильм не может претендовать на то, чтобы закрыть тему Холокоста в кино Но перед режиссером такой задачи и не стояло Большие трагедии часто забываются, и цель таких фильмов, как список Шиндлера, в том, чтобы вновь обратить на них внимание Спилберг одним из первых достучался до очень широкой аудитории и подтолкнул зрителей к новому диалогу о Холокосте Вероятно, у нас до сих пор нет полностью корректного языка для разговора о геноциде и других страшных событиях новейшей истории Выражение «никогда больше», которое можно встретить на мемориалах, с годами стало восприниматься многими как дежурная фраза И список Шиндлера напоминает нам о простых, но почему-то не для всех понятных истинах Что человеческая жизнь бесценна Что нельзя унижать и уничтожать людей просто потому, что они выглядят или живут не так, как ты И что никогда не поздно вернуться к свету Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok